а теперь следующее до цели константинович покупала сразу сильные косточки почти все зашли посажены холмы ну это спасибо здорово у меня вопрос я буду сидеть к культуре на как на вкус и размер если ее на подвойне использовать значит дело в том что у меня каталоги есть отдельный пункт яблони семена сибирка али сибирка культуре но если сибирка настоящая то такие плодики видите мизинец это чистая сибирка вот я практически не использую для укоренения для прививок почему сильно дико вот это уже сибирка культура вот сегодня такие плодики кушать вы их не станете согласитесь что ну бывает еще дичавшая ронетка они трудно отличить на ронетка дичавшая самая мелкая это вот такая вот как как ноготь на большом пальце естественно я отвечаю на вопрос здесь она подвод не используете выбрасывайте вот вы вырастите вот но можете если есть право исключением вы чисто селекционером представляете рядом растет как у меня такие вот яблоки и вдруг каким-то чудом опылит это же сибирка культуры и тогда потомство будет может быть вот такое ну там уже варианты паша пишет да я все видео смотрю книги ваши написаны это очень важно потому что это это комментарий ко мне книги все смотрю спасибо паша книги ваши написаны по академическим образованию который в сути получил все что вы расскажете это классика просто в российской федерации в судах баран остались не согласен два раза во первых что в институтах в это самое если вы там все что я сейчас все что вы видели в видео все что книги акация написал хоть и учился ни разу и даже их программу не знаю как по которой преподавает придет преподавание вот оказывается совершенно случайно пока не виском если бы это было бы сейчас я говорю так вас сложилось такое что у меня проходили к каким-то чудом потому что сильно нас тыр на и девчата вот 2 всего умницы понятно это самая выпускницы а как-то этих самых кос университетов да вот или матвеева или елена савинич и вот они две получили образование хотя бы практически то есть я их учил как надо саду работать вот так а остальные десятки тысяч каждый год выпускников ни одного нет кто бы мог вырастить сад классно привить действительно так что сделать абсолютно правильно я же пятнадцатом году когда я купил участок прикупил там было там несколько моих деревьев росло прежде всего посажены и голое поле я сдал или не сдал когда раньше было уже не экзамен есть такое слово аттестация мне уже перед самой пенсии это позор какой-то когда каждый год надо аттестоваться по новой и вот те люди которых я когда-то ненавидел когда и потому что это они сидят у них карьеру сделали по всякому сделать карьеру сдайте вот я не теперь меня который когда-то учил металлуре это они меня испытывают на против то есть это проверяет не забыл ли я свою профессию металлуре столетия вот это издевательство на по всей стране и везде всю дать из хочешь этого уволить отправлен аттестацию вот задай вопросы это самый сколько будет дважды два четыре нет 5 и все и получается что я экзамен сдавал в саду у себя а вот вы пишите академическое образование я не согласен если взять тысячи человек дать им точно такой же участок на такой же почве такая климатическая зона вот тысячу дать им возможность посадить не коньячу попала а и из лучшего сада я свой свой же садил ну что-то там добавлял разбавлял там к этому самому к одному там дай мне веточку к другому вот то есть все таки чуть-чуть увеличивало как бы сказать количество сортов вот помалечку но сдать то сдал а эти тысячи садов взять тысячи выпускников взять вы сказали академическое образование вот этих же девочек которые закончили и которые говорили что я ума не нажим да вот мы с братом ума не нашли так вот значит дать ему это то самое и сказать по страхам расстрела потом лучше в россии сады помощником дать чтобы они сами но никто чтобы нет а вот а чтобы кто-то им яму выкопал кто-то это вот единственно чтобы они взяли и сами привели сами посадили вот это сами в грубую работу можно мужика и вот будет тысячи мертвых садов это я уже разговариваю то есть пассивная абсолютно не согласен а и не согласен с тем что несуток баран остались сейчас смотрите и не согласен другое дело я опять учебный день не получился ну ничего дело в чем значит когда мне начали печатать особенно москва первое время печатали вот я получил а везде и всюду критический настрой мой вот я никогда не снялся этого нельзя потом дали команду пас и запретили печатать ну ну сколько же можно чем же оборзел вот получается он все академическую науку период взялся переучивать это ладно но на тот момент я получал письма и звонки мне было письмо как будто я в оккупированной стране валерийка сейчас прочтете что у меня в институте творится и сразу сожгите и нигде ни разу не упоминайте о нескольких случаях я вам рассказал это что в оккупированной стране живем а какие горькие письма были вот просто человека прорвал он там кандидат наук там доцент не высшее это там допустим директор он сдаст в аренду он же миллионер вот себе миллионную зарплату а всем эти недавно же уголовное дело открыли в одном из врачей этих самых научных учреждений открыли уголовное дело на директора и на этого кто там у них бухгалтера 10 лет обворовали зарплату ученых вот и после этого создавай сорта и вот получается я не согласен ни там ни тут люди были другое дело их почти все выжили это да вот и так вот это вот дама написала мне письмо это будет длинный разговор наверно не закончим дома день валерий константинович по первому названию переводчик я предлагаю вам свою абсолютную размерную помощь если понадобится перевод или на английский язык чего-нибудь может быть вы даже с кем-то из иностранцев будет общаться и так я общаюсь с иностранцами но не для них родной язык русский поэтому пока проблем то не было это может уже не будет молодежь бы действительно я имею ввиду советич сергея железова еще десятки людей у нас столько талантливых ну почему они не этих сам без образования всех и вот вы пишите дальше а сейчас я закончила второе высшее в лесотехническом государственном университете Санкт-Петербург по специальности линдролог с уважением мира мира вам пока это пусть будет мир ладно значит я про это с отчеством но давайте так вы меня растрогали то что пишите здесь и ниже вот я вас . буду называть через раз и так дендролог я посмотрел оказывается это 10 эта работа может быть шире у вас же все-таки получился он лесотехнический то есть вы садовод но по и ваше понятие шире вот так правильно и так дендролог ладно второе высшее образование а первое что вот было ох переводчик и наконец я посмотрю сегодня получил письмо долго смотрел а вы знаете я все время что-то ищу какие-то недостатки привычка такая вот и понял нет не понял долго думал или вы украшаете это дерево или дерево вас украшает или все это взаимно на меня сад ассоциируется с женщинами они трудяги они прекрасно выращивают цветы газоны вот их бы только отучить от это калече деревья вот мужики для чего мы нужны я бы выкопать лопатой для меня сад ассоциируется с женщинами а как вы меня растрогали смотрим дальше добрый вечер сейчас увидел ошибку скидывались на книгу я сколько могу перевожу 800 рублей больше не могу я потом уточнил кое-что да и выяснилось что эти деньги могу потратить на на монтаж этих же фильмов вы видели за последние две-три недели сколько их там я со счета сбился и отчитываюсь перед вами вот ваши деньги уже потрачены вот то есть на эти деньги по 200 рублей за фильм четыре фильма смонтированы с чем я вас и поздравляю вы теперь причастны уже к этому так ну а дальше вы пишете будучи заказ косточек я переведу отдельно когда за оплата будет расширяем сделать из вас список этих заказчиков поставил на первое место так персики хочу у меня идентина на персики прошло бы не было 50 рублей но их практически не было в этом году опять урожаясь слабой вот значит для тех по 60 рублей вроде вас ну а просто нормальные советские люди будут платить за косточку 100 рублей они мне кончатся к новому году эти косточки я их продам 100 или 200 штук вот это конечно грабеж если бы вы знали на что я деньги трачу вот вы меня не считали грабительным одно скажу не на себя пишите персики хочу абрикосы разная косточки ваши посадила на второй день как получила как преданно дачу сфотографирую если будут ростки и вроде яблони точно должны быть ой беда погода холодная почти без дождей вот мы с названием сфотографируется разобрались так хорошо вечер отличных выходных я после этого написал это мой ответ вам обижаете меня последний выходной был 40 лет назад теперь понятие ленивый трудоголик я вынужден быть трудоголиком потому что иначе не выжить а что такое ленивый у меня очень своеобразный характер я терпеть ненавижу делать дурную глупую работу вот так как мне некое это поэтому вы мне пожелали выходных пока не получается но когда-то получится а краса не делать глупую работу не нужно никогда я постепенно отказался всего что мне предлагает вот эти вот торгаши купи то купи это вот 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 наша переписка вы хотите помочь оплатить студентке монтаж ну и так далее я постепенно всю книгу переведу в аудио эта книга называется записки зачарованных северных садоводов 5 серий сделано но тысячи рублей студентке заплатил почему ну что делать надо вот там тоже проблема выживи-ка на стипендию вот как я могу просить бесплатно так здесь у меня ошибка книги вот так вот значит есть еще поможете и на этом я остановился запись книги переведить аудио она от нее пользы наше время будет больше я всегда читал сейчас оказывается то меня по выложите уже не читаю но слушать готово так что это если скинетесь по 100 рублей 2 нет 8 960 776 8672 вот это телефон привязан карточки да ваш телефон я везде всюду стер а здесь а вы сказали что ничего не боитесь вот надо не стер это в других письмах стирал а у вас появятся друзья знаете я сегодня явно не дойду до это это сам наталья зовут фамилия рук вот это тоже моя дочка потому что моложе меня но у нее есть свой сайт я хочу с вас познакомить но сегодня я разговаривался это туда надо не дойду ну тогда на следующем вебинаре вот теперь так увидел расположен про черешни уже можно косточки пред заказать вы будете первые в любом случае вот уважаемые петербуржеца не знаю как правильно и петербурге живет павел троценко вот я бы тоже на вашем месте с познакомилась как это из моего ближайших друзей те кто проверены во всех отношениях проверены по принципу с не можете в разведку теперь так самое главное может быть я круто было лично письмо зачем было а я постепенно подготовила всего когда-то я произнес фразу идет война внутри семей ну то есть один резать и вы написали за счет войны внутри семей я периодически подрабатывал от шапкой компании ухаживаем за садами внимание о чем у меня это привлекли какой ужас и на санкт-петербурге творится вы правы очень все грамотно и начитаны даже когда пытаясь уговорить что эти клиентов не резать бесполезно все знают что нужно резать даже если признают что выходит за деревья ничего не понимает это за счет людей довели единицы соглашается хотя бы подождать и посмотреть а что будет это получается уговорить только возвал ких лени он не пришлось его назвали его чтобы ухаживать меньше придется из обслуживания меньше платить а я все больше не могу работать там где нужно обрезать только плачет и отказывается таких заказов отдаю коллегам подработка все компании по уходу за саду учат сотрудников одинаково резать чашу помните чуть что резать чашу это самое сфотографировано больной несчастный уже ничего нет уже все надо отрезать уже живого места нет уже вся полостью покрыта плесенью все делайте чашу вот ну для чего кончала тебе резюку я оттолкать а вы говорите что это что там а не я не спорю где там было где-то было что тоже идет война где это ладно не буду возвращаться и еще будет и так вот это самое страшное то что вы увидели и мне это сказать подкупили вот этими вот фразами пытаясь увидеть клиентов не резать вы закончили вас как вы можете это самое вот так писать уговаривать попробуйте вы я укусница вуза и там где эти самые тебе жить и возьмите вот это напишите и отусе не надо . и так а я не могу резать не могу работать там где нужно резать и так все компании а я сейчас увечу вам кое-что расскажу резать резать чашу резать пирамиду резать представляете резать волчки это самый страшный волчки это за новая крона замена старой больной кроны а они старые оставляют волчки режут но мы с вами одно поле ягода вот и так наконец вы дошли до вашего полное имени вас зовут мирослава от 36 лет ну девчонка елки-палки будете . вы попробуйте отказаться дальше вы пишете мне этого спасибо огромное за все вы изменили мою жизнь хочу жить тебе это так а откуда это злоба почему они не сказали спасибо я не сердлю что вы меня не помните на встрече в один меня зовут мирослава мне 36 лет я только-только выучилась для дендролога так теперь официально называть специалистов по работе ни одного специалист кроме вас по работе деревьев подпускать деревни за них ничего не знают они правда не знают наши вот теперь самое главное нашей статистической академии петербурге учатся он неплохо профессора то постарше и ближе к деревьям вот они как раз и говорят что меньше трогать их надо это те кто просто кто мне звонил писал и говорил что мы не можем не можем ничего и внутри университета борьба идет одни за осеннюю уборку листов другие против видите значит я с ума не сошел когда против этой осенней уборки но есть мнение а есть специальность которая должна применять и работать с парками сада сейчас эту тему раскрою в общем я знал и чувствовал что чему-то все учат не тому не может дерево не плодоносить если вообще не обладать и не искалить друзья